Доброе утро, друзья! В Москве рассвет, 6 часов утра, и я записываю видео о Заратустре. Это обзор одной из самых глубочих картин, написанных по мотивам всего лишь одной строчки из нитши. Называется это инцепит Заратустра. Вот она. Заратустра начинается. Вообще вся книга, так говорил Заратустра, Фридриха Нитша, многие люди считают ее пародийной имитацией священного текста. То есть будто бы Нитша смеялся над священным текстом и создал текст, который... осовремененный текст, который смог бы быть сильнее, чем священное писание, Библия, Евангелие. Нитша был сыном священника, был преподавателем филологии, знал древнегреческий латынь и очень знал хорошо историю культуры европейскую. То есть в этой книге он в первую очередь сделал самое основное. Он показал о том, что скоро это произойдет, написал он об этом в 19 веке, в конце 19 века, что скоро произойдет закат культуры. То есть смерть старой культуры, классической культуры, когда старые ценности перестанут работать и не будут значить ничего. Так, вот в этой картине, да, я уже говорила об этом, вот это последние люди. Это с картины о песчинках, которые сейчас находятся во Флоренции в коллекции одного адвоката. Флорентийского. Это не русский человек, а это итальянец. Так, я уже об этой книге рассказывала, но теперь еще повторюсь. Так, давайте найдем вот, найдем эту работу здесь. Вот она. Это холст масла, смешанная техника. Здесь изображены люди, которые находятся на маятнике. Конец маятника, это мешок с книгами. То есть мешок со знанием, с классическим. И эти люди хватаются за эти книги. Мешок этот дырявый, книги падают в огонь. Люди хватаются за эти книги, то есть они хватаются за знания, и все падают в огонь. Инцепидзератустра. Что это означает? Это, опять-таки же, это парафраз непорочного зачатия Дева Марии. И перевести это название с латыни можно, как Заратустра зачинается. То есть это как бы зачатие Заратустры. То есть он считал, что вся старая культура, она вот так вот упадет в огонь, вместе со старыми книгами, старыми знаниями, и вместе с ней упадут в огонь люди, и их ничто не спасет. Но это один из самых сильных образов, я считаю. Так, размер картины. Сейчас возьму, смотри, книги. Размер картины 120 на 170 сантиметров. Написано в 1997 году. Холст масла, калаш. Калаш здесь использован, здесь использован холст. Тот самый холст, на котором пишутся картины, я его прикрепила к холсту, приклеяла, и он тут настоящий, это настоящий холстяной мешок, в котором находятся книги, в котором находятся знания. Я говорила об этом же, что, на мой взгляд, на земле существует всего лишь два типа людей. Один тип людей любит власть, второй тип людей любит истину. То есть, есть два стимула к жизни, это воля к власти и воля к истине. Причем, воля к власти не обязательно к власти государственной, то есть, не обязательно быть силовиком или чиновником. То есть, можно быть таким же тираном дома, лежа на диване и выстраивая полинейки всех своих домашних. То есть, власть можно проявлять где угодно, и таких людей очень много. То есть, они делают многие вещи исключительно ради власти, но не ради истины. Второй тип людей это люди с волей к истине. Чаще всего это философы настоящие, то есть, не липовые философы, а те, которые ищут истину. Ученые лучшие из них, те, которые создают теорию и художники, те, которые в своем творчестве идут до самых основ бытия, то есть, которые не делают декоративные работы, а которые пытаются понять, в общем, для чего человек живет и кто он на самом деле. Я об этом говорю везде. То есть, что истинно, на мой взгляд, это знание о том, кто такой человек, чем является его сознание, что происходит в сознании в момент рождения, в момент смерти. Научных знаний на этот счет вообще никаких нет, как и о сознании и о разуме. Когда говорят об искусственном интелекте, это исключительно спекуляция такая, маркетинговая. То есть, никакого искусственного интеллекта нет, потому что нет четкого понятия, что такое интеллект и разум. Всё. Так же, как нет никакого четкого понятия о том, что такое психика. определение, конечно, ей дано, но психика производит деривату, да, пароля психика. Это слово происходит от слова психика, душа. И, в общем, непонятно, что такое душа. То есть душу нельзя измерить, нельзя посмотреть на нее, нельзя знать ее физические характеристики, поэтому для ученых слово душа, это не научное слово, такое, поэтическое. То есть психология, как наука, на самом деле, это лженаука, она занимается тем, что не существует на самом деле в научном мире, в научном мире не существует четкого понятия термина, душа. А психология почему-то этим термином во все оперирует. То есть это, в общем, лженаука, и никакой психологии по сути не существует. Кстати, вот на суперобложке книги вы видите сам текст, вот так вот Ницше писал, вот его почерк, это из его манускриптов. Так, ну, опять же, здесь последний человек, размноженный, который прыгает по земле, как балаха. Опять же, сейчас вернемся к этой книге, я уже говорила, что я очень рекомендую ее, эту книгу по чтению, изучению. Здесь текст на двух языках, на русском и на немецком. То есть для того, кто учит немецкий язык, очень удобно. Нашел фразу на русском, прочитал, нашел на немецком, разбираешь, как построено предложение, какие слова употреблены в этом предложении, и порядок слов, и все остальное. Очень удобно. Для тех, кто учит язык, это очень хорошо. Это очень полезная книжка. Так, здесь статьи в этой книге, статьи известных арт-историков от Александра Икома и Тимоши, уроки веселой науки Жан-Кристофа Аман, почему Ницше, основатель Французского музея современного искусства, и Ольга Вишкова, сотрудник Третьяковской галереи. Они написали для этой книги статьи. Так, мы вернемся к этой картине. Почему она важна? Вот посмотрите, что произошло. Что произошло в 21 веке. То есть рухнула вся система, вся парадигма европейская. То есть этот самый шаблон, по которому люди живут. На что надеются, во что верят, что читают, на чем построено образование светское, и религиозное в том числе. И вдруг это не работает. Понимаете, вот когда человек изучает, к примеру, санскрит, долгие годы, пишет словари, пишет книги, учебники, долго является таким лингвистом, филологом, к примеру, а потом получает какие-нибудь несчастные 16 тысяч рублей и вынуждены давать уроки санскрита в какой-нибудь школе частной для того, чтобы как-то выжить. При этом этот преподаватель санскрита приходит на занятия в штопанной шале, будучи глубочайшим интеллектуалом, знающим о санскрите все, потому что этот человек изучал древний язык в течение последних 30-40 лет, и вдруг вот этот человек ведет такую бедственную жизнь в финансовом положении. И одновременно тиктокер, любой, инфо-цыгане эти и так далее, блогеры, ютуберы, миллионники, те, у которых миллион подписчиков, они на рекламе зарабатывают довольно серьезные деньги. То есть они могут жить вообще припевающе. Что делают эти тиктоки, что делают эти блогеры? Берут они вот таких же миллионников интервью исключительно у известных людей, а не у санскритологов штопанной шале. И тем самым эту самую массовую культуру вот этих последних людей, которые изображены на этой картине, еще раз их покажу, они вот этих неумных, мягко скажем, людей, они вот их снабжают информацией о том, кто что ел, кто на какой машине разъезжает, кто в какой квартире жил, и вообще всякая ерунда, которую они забивают ваше сознание, отнимают у вас время. То есть у вас все время уходит на поглощение вот этих бесконечных интервью, вот этих миллионников, на просмотр этих роликов тикток и так далее. Это является современным. Другие люди ориентируются, другие дети, особенно подрастающие поколения, ориентируются на это и хотят быть такими же богатыми и знаменитыми. Но уж они точно не изучают санскрит, древние языки, математику, к примеру, и вообще заниматься фундаментальным науками. То есть людей истинной вот в этих соцсетях нет. Потому что истина требует времени, желания, воли, страсти, любви к ней. То есть она открывается только тем людям, которые готовы искать ее. Искать ее в древних текстах, в умных книгах, в научных теориях. То есть просто так, разглядывая ролик тиктока, или какую-то такую незамысловатую мелодию с каким-то непонятным текстом, бум-бум-бум, в общем, умным человеком не станешь. То есть ты, возможно, если будешь по этому пути действовать, как Моргенштер, к примеру, то ты добьешься славы. Хотя вообще Моргенштер, надо сказать, человек очень волевой и не настолько глупый. Единственное, не образованный. Ну, этого достаточно для широкого круга подростков, молодых людей, чтобы его иметь как модель для подражания и стремиться к этому. И вот люди стремятся, они открывают блоги, тиктоки и все остальное. И вот как-то у них они успеха, конечно, повторить не могут, потому что это как в лотерее, повторяют этот успех, один из миллиона людей, к примеру. Но тем не менее они этим живут, и на это тратят время жизни. Ну, уж точно не изучая санскрит или математику. Вот беда в этом. Остаются еще люди, которые изучают философию в университетах, к примеру, там, лингвистику, древние языки. Вот это то, что вот входит в круг моих личных интересов, то, что я сама люблю. Те, кто изучают там естественные науки, математику, физику и так далее. Они остаются, они делают свою ночную карьеру, работают в какой-то узкой области, некоторые бывают успешными и зарабатывают. Опять-таки же, зарабатывают они не фундаментальной наукой, которая занимается конкретно знанием, чистым знанием в чистом виде, а прикладной. То есть, той самой наукой, которой можно… теориями, из которой можно в какой-то области зарабатывать деньги. Допустим, какие-то математические модели маркетинга, веб-дизайн, в интернете, там, программисты и прочее. То есть, это вот нечто, что можно приложить, это прикладное, получить деньги и идти дальше. Но речь идет о фундаментальной науке, то есть, самой, которой занимаются люди, которым движется исключительно воля к истине, любовь к истине. Вот этих людей очень мало. Я начала говорить об этом типе людей, о том, что их всего два типа на земле. Так вот, людей с воли к власти 99,99%. А вот этот ничтожный, 1 тысячная, 1 сотая процента, вот это люди с волей к истине. И те, которые глубоко изучают нитьше, таким был Франко Вольте, к примеру, знаток Хайдеггера, ученый пудуанский, известный очень философ. Я в 2009 году читала на Пудуанском университете, на философском факультете лекцию в память об этом профессоре. Он очень уважал мое творчество. Хотел сделать мне выставку. Хотел, чтобы я участвовала в научной конференции. К сожалению, он погиб. 13 апреля 2009 года. Его сбила машина, когда он в Веченце прогуливался, катался на велосипеде. Его сбила Toyota Corolla насмерть. Тогда я написала ему письмо, ждала ответа, смотрю, что странно, что ответа нет. А потом захожу в интернет и читаю, там дата смерти стоит. То есть я писала уже умершему человеку. Потом меня пригласили прочитать эту лекцию ректора университета Пудуанского. Я на итальянском языке читала о судьбе Ниши в России эту лекцию. Фотографию было с этой лекцией архивной. Так, вернемся опять к этой картине. То есть люди, которые занимаются профессиональной философией, в МГУ, к примеру, в исследовании философии учатся студенты, в Падуе, в других университетах мира, в Сарбоне, где угодно. То есть они изучают некий предмет глубоко, в котором они могут делать какие-то открытия небольшие, но эти открытия будут интересны очень маленькому кругу лиц. Очень маленькому. То есть запросы от общества, запроса на истину у общества современного человеческого нет. Запрос на власть есть, на истину нет. Вот такая беда. Это очень плохо. Чем меньше таких людей будет, тем в больший мрак будет погружаться человечество, тем быстрее вот эти самые остатки будут падать в огонь человеческие. Остатки человеческого, извиняюсь, биоматериала. Потому что человек, которым не движет высшая страсть, любовь, воля к истине, он всего лишь биологический материал, который рождается, размножается и умирает. Даже если он становится очень богатым, он всё равно ничего не делает толкового в своей жизни. То есть он развивает в какой-то области, может быть, там, допустим, строит какие-то заводы, организовывает фонды, которые непонятно кому помогают. А что там, как правило, в этих фондах работают узкие круг лиц, которые помогают своим родственникам, любовникам, друзьям, кому угодно. То есть человеку странно попасть туда невозможно. То есть получить какой-то грант на исследование. То есть это нереально абсолютно. Пока сам директором фонда не станешь. Ну вот, в таком положении находится фундаментальная наука и художники, которые любят философию. То есть они, в общем-то, являются очень, прямо скажем, небогатыми людьми, если не сказать нищими. Эта картина, она ещё и о тех, кто хватается за остатки, осколки старой культуры, о тех, кто прикрывается знаниями, которые были добыты не ими, красивыми фразами, афоризмами, словами, которые оперируют чужими жемчужинами. Мысли в своей речи, в своих книгах, то есть которые воруют чужое, не ими, нарытое богатство, сокровище, мысли, пытаясь стать умнее и заработать на этом деньги. Вот эти самые люди, которые, для них книги, это вот нечто, что они могут выхватить цитатку, вставить её в интервью, в речь и показаться тем самым умным. Ну, интеллект заключается не в этом. Есть разница между интеллигентом и интеллектуалом. Об этом ещё, кстати, Лимонов говорил. Интересная мысль, я повторю. То есть это не моё открытие, а его. Интеллигент – это тот, кто много знает, тот, кто много читает, тот, кто считает, что такая классическая культура, начитанность и знание многих книг, вообще знание о мире какой-то, это довольно поверхностно, оно имеет большую ценность. То есть это люди, которые это самое знание, добытое другими, ценят. Интеллектуал – это тот, кто создаёт новые ценности. Не просто ценит созданные другими, а сам создаёт. Вот одним из настоящих интеллектуалов был Фридрих Ницше, поэтому вот он так и известен во всём мире. Он создал нечто, что повлияло на многие формы общественного бытия. То есть книги Ницше повлияли даже на сам исторический ход. То есть я уже говорила об этом. Считается, некоторые учёные так считают, что Октябрьский переворот, то есть Великая Октябрьская революция, она не произошла бы, если не было бы книг Ницше. И его поверхностно вот такое, как на этой картине восприятие, когда выдёргивали из него цитаты, там «Держишь женщине, не забудь плётку, упадающего толкни, то, что меня не убьёт, сделает меня сильнее» и так далее. И вот эти все, вот такое поверхностное знание Ницше, вот эти самые усы а-ля Ницше, которые Горький носил, там, молодежь его очень любила в начале 20 века, они привели к некой такой революционной ситуации в России, и отчасти это было толчком, почему эта революция, этот Октябрьский переворот произошёл. То есть здесь виной не говорю книги Ницше, а поверхностное знание книг Ницше. И вот, смотрите, вот такой итог. Все упали в огонь. Всё, что сейчас творится с миром. Пандемия, кризис экономический. То есть никакие знания не спасают. И книги падают в огонь, и люди падают в огонь. И что с этим делать, неизвестно. Ты сегодня живой, а завтра ты заразился ковидом и умер. Поэтому воля к власти в настоящем, в новом мировом порядке никого не спасёт. Спасти может только воля к истине, воля к знанию, искренняя любовь к истине. На этом я и заканчиваю сегодняшнюю свою утреннюю проповедь. Сегодня 1 октября 2021 года. 6 с чем-то утро. С рассветом вас, дорогие друзья, дорогие мои слушатели. Всего доброго.